Аналитика YouTube канала в новой творческой студии. Привет! С вами на связи Юлия Измайлова, практик по продвижению онлайн и офлайн бизнеса через YouTube, основатель агентства видеомаркетинга «Ютубис». Сегодня в этом ролике мы с вами поговорим про аналитику YouTube канала в новой творческой студии. Для этого нам необходимо, во-первых, зайти в творческую студию YouTube и выбрать «Аналитику». Но прежде чем мы начнем разбираться с аналитикой YouTube канала, обязательно рекомендую подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые полезные выпуски по продвижению на YouTube, а также для самых быстрых в правом верхнем углу уже сейчас вы можете забрать свой собственный пошаговый план продвижения своего бизнеса через YouTube. Ну а мы идем дальше. Итак, вот мы находимся в аналитике по каналу и что мы можем здесь увидеть. Во-первых, мы можем выбрать период, за который хотим посмотреть аналитику нашего канала. По умолчанию YouTube выдает за последние 28 дней, но вы всегда можете выбрать за последние 7 дней, за все время, за какой-то конкретный месяц и даже выбрать другой диапазон дат. То есть, если вы нажимаете сюда, то вы можете выбрать конкретные даты, там, например, с 19 ноября по 29, да, и нажать «Выбрать». Но мы этого делать не будем. Давайте посмотрим стандартную аналитику за последние 28 дней. Что здесь есть еще? Разные вкладки. Сейчас мы с вами находимся во вкладке «Обзор». Мы видим здесь «Просмотры», то есть это число просмотров 53 тысячи, в данном случае 709. «Время просмотров в часах», то есть это именно время просмотров всех видео на канале за последние 28 дней. И они показываются, это время показывается в сравнении с предыдущим, и мы видим, что было плюс 18%, то есть на 18% больше. Также мы видим количество подписчиков и расчетный доход. Ниже мы видим график, сейчас у нас график по просмотрам именно показывается. Если мы переключим на время просмотра, то график чуть-чуть поменяется, и мы увидим именно график по времени просмотра. Также мы можем переключить, посмотреть график по подписчикам, да, то есть в какой день, сколько человек подписалось. Кроме того, вот здесь внизу, там, где кнопочка «Плей», это наши видеоролики, выход наших видео. Если мы наводим на эти кнопочки, то мы увидим, какое конкретно видео вышло именно в этот день. Если у вас, например, здесь будет два ролика в день, то вы увидите здесь не одно видео, а целых два. И по каждому ролику, кстати, здесь тоже есть статистика, можно перейти и посмотреть аналитику каждого видео. Да, здесь мы внизу видим даты, то есть когда выкладывались наши видеоролики, да, обозначены датами. Внизу мы с вами видим лучшие видео за последние 28 дней и действия в режиме реального времени, то есть здесь за последние 48 часов мы видим, как идут просмотры, да, в каком количестве и в какое время идут просмотры. Здесь мы видим лучшие видео за 48 часов последние, а если нажимаем на кнопочку «Подробнее», то нам открывается аналитика не только за последние 48 часов, но и за последние 60 минут. И так же внизу мы можем увидеть, какие видеоролики просматривались, да, в последнее время, графики по этим видео, да, по просмотрам, вот, то есть более полная аналитика в реальном времени. Давайте закроем, пойдем дальше, да, здесь везде в каждой вкладке есть вот, например, «Лучшие видео» и кнопка «Подробнее», и мы можем так же перейти и посмотреть более подробно аналитику по лучшим видео. Дальше, следующая вкладка у нас «Просмотры», в просмотрах мы можем увидеть показы, да, то есть сколько было показов за выбранный период, видим CTR значков видео, опять же за последние 28 дней, у каждого видеоролика, здесь мы видим в общем по канале, по каналу, а у каждого видеоролика вы также можете зайти посмотреть аналитику и CTR конкретного значка даже увидеть. Вот если мы сейчас переключимся на CTR, то увидим, что график тоже здесь немножечко поменялся. И также по конкретным видеороликам тоже показывается, какой у него CTR, допустим, вот у этого видео 10,3, у следующего видео 8,6, да, и соответственно я могу анализировать, насколько хорошо в том или ином видео мои значки сработали. Вот. Дальше у нас идут «Просмотры», кстати, эта вкладка была и в обзоре, да, то есть «Просмотры» дублируются, и «Уникальные зрители». Здесь всегда, кстати, при наведении вот на текст, например, «Уникальные зрители», да, если вы не знаете, кто это, то это примерно количество пользователей, которые посмотрели ваши ролики за определенный период, то есть за выбранный нами период 28 дней, вот. Ну и соответственно мы также можем переключиться на «Уникальных зрителей» и посмотреть именно по дням, да, сколько было «Уникальных зрителей», вот. И по просмотрам также, по дням можем посмотреть сколько было просмотров. Далее ниже у нас идут типы источников трафика, тоже интересная аналитика, здесь мы видим полностью откуда на нашем канале идут «Просмотры» за последние 28 дней, видим, что, допустим, в данном случае поиск на клубе 58%, внешние источники 32%, и остальные тоже по процентам из 100%, то есть если мы нажмем «Подробнее», то мы увидим по всем источникам трафика, будет по процентам показаны именно данные по просмотрам за последние 28 дней, откуда приходят. Дальше идет разбивка прямо конкретно на источники, вот здесь, например, источник трафика внешний, и откуда внешний, то есть это Google поиск, Яндекс, ВКонтакте, приложения и YouTube тоже почему-то выделяет отдельно, тоже можем посмотреть подробно. Дальше рекомендуемые видео, то есть, допустим, у нас в рекомендуемых здесь всего от общего 1,7, да, выходит, и вот из этих 1,7% в рекомендуемых видео здесь есть тоже разбивка, какие конкретно видео выдаются в рекомендуемые и в каком проценте, да, то есть я могу здесь тоже это посмотреть. Дальше источник трафика поиск на YouTube тоже у нас было поиск на YouTube 58%, 58% и из них по каким словам находят, да, то есть 6,5% находят как выложить видео на YouTube, там 3,5% людей от той доли, да, от 58% находят там как загрузить видео на YouTube с телефона и так далее. Тоже есть более подробная аналитика, всегда можно нажать кнопочку и посмотреть. Дальше источник трафика плейлисты, какие конкретно, да, и в каком объеме больше работают. И один из последних очень интересных таких моментов вот воронка, да, показы значков и время просмотра роликов. И здесь мы видим, что в 11% случаев значки были показаны в рекомендациях, и время и показы, значит, вот у нас здесь, видите, показы 312,5 и здесь в принципе тоже 312,5 тысяч показов. но в рекомендациях и отсюда было показано только в 11% случаев. И здесь есть вот значок, где мы можем увидеть, где конкретно, в каких рекомендациях, вот на главной странице 5,7 и на странице просмотра, то есть в рекомендуемых 5,4. Вот, и дальше также указаны результаты поиска и другие источники 88%, то есть все остальные из вот этих 312 тысяч показов. CTR я здесь вижу 9,4, да, он у нас совпадает, но иногда бывает, что здесь CTR может быть либо больше, либо меньше, просто в данном случае совпадает. Дальше мы видим просмотры по показам значков, то есть люди нажали из 312 тысяч показов на значки и мы получили отсюда 29,4 тысячи показов. Среднее время просмотра 1,27 здесь вышло и время просмотра, связанное с показами значков у нас всего лишь вот 717 часов, да, я так понимаю, либо часов, либо минут, здесь нужно еще подразобраться. Вот, то есть здесь именно время просмотра связано с показом значков, а здесь вверху мы видим общие показы и общие просмотры. Так, следующая вкладка у нас идет взаимодействие. Здесь мы видим время просмотра в часах, видите, тоже, кстати, дублируется. У нас было время просмотра в часах во вкладке просмотры, нет, в обзоре, в обзоре вот, и во взаимодействии тоже дублируется. И средний просмотр в минутах мы тоже видим, какой конкретно. Можем переключить и вот здесь на графике тоже посмотреть. Даже по конкретным видеороликам можем увидеть, какой средний просмотр был в минутах. Ну и мы также видим, что в данном случае, вот если сравнивать с предыдущими 28 днями, то он у меня на 2% упал, а время просмотра наоборот на 18% выросло. Мы здесь также видим лучшие видео, но только уже по времени просмотра в часах. То есть во вкладке обзор мы с вами видели лучшие видео по просмотрам, да, а во взаимодействии мы видим лучшие видео по просмотрам в часах. Вот, соответственно, тоже есть аналитика и можно посмотреть подробнее. Также самые популярные плейлисты по времени просмотра. И дальше самые популярные подсказки, это по кликам по подсказке за последние 28 дней. Далее, самые эффективные элементы конечных заставок. Вот у меня, например, это видео, плейлисты. То есть люди после просмотра одного видео переходят, кликают посмотреть другое. Это хорошо. И видео, у которых больше всего кликов по конечным заставкам, также здесь у нас выдаются, но это именно, опять же, аналитика за последние 28 дней. То есть если вы будете смотреть за другой период, здесь у вас будут другие видеоролики, скорее всего. Далее, аудитория. Опять же, видите, здесь нам показываются уникальные зрители, которые смотрели канал за последние 28 дней. Среднее число просмотров одним пользователем 1,2. Ну, честно говоря, низковат, но так как я особо-то канал свой не развиваю. Для меня это нормальная цифра, но я буду стремиться, конечно же, ее увеличить. И число подписчиков. Да, естественно, графики мы также можем… Вот мы видим, что за последнее время такой достаточно стабильный график идет, то есть 1,2. Ну, то есть один ролик точно просматривают, ну и кто-то просматривает еще и потом второе видео. И по подписчикам график, да, также можем поменять и посмотреть. Внизу мы видим время просмотра подписчиками. Смотрят с подпиской или без подписки аналитику именно опять же за 28 дней. Видим по полу, кто смотрит мужчины и женщины, по возрасту есть аналитика, по субтитрам есть или нет, да, и какой язык, в каких странах смотрят последние 28 дней. И вот здесь значок колокольчика и уведомления о канале – это аналитика о том, что подписчики, которые выбрали параметр все уведомления для вашего канала, да, то есть здесь у нас 27 процентов. И, ну вот видите, указано, что среднее значение для Ютуба – это от 10 до 30 процентов. То есть в моем случае люди, которые подписывают и выбирают параметр все уведомления – это 27. То есть достаточно хороший показатель. А подписчики, которые выбрали параметр все уведомления для вашего канала и включили уведомления Ютуб, то есть здесь среднее значение от 5 до 20. У меня тоже достаточно, видите, высокий показатель. Это говорит о том, что контент полезный и люди хотят получать оповещения о новых видео. Это очень хорошо, меня это радует. И последняя вкладка – это доход. Если у вас подключена монетизация, то вы здесь видите данные. Опять же, есть в качестве графика за каждый день, сколько было начислено за показы рекламы ваших видеороликов, расчетное количество монетизируемых воспроизведений и цена за тысячу показов по воспроизведениям. Видите, как я всегда говорю, то что монетизация Ютуба больше подходит таким развлекательным, юмористическим каналам. Так как у меня канал больше образовательный, я делюсь своим опытом, какими-то своими наработками, то особо на монетизацию именно от рекламы я здесь не рассчитываю. Но, тем не менее, для тех, у кого монетизация подключена, вы здесь можете смотреть расчеты дохода с разбивкой по месяцам, сколько было, какие источники дохода у вас здесь указаны, типы объявлений, какие показываются, и самые прибыльные видео. Обычно, конечно, самые популярные видео являются самыми прибыльными на вашем канале. Это то, что касается тех показателей, которые мы здесь с вами можем увидеть в аналитике по каналу, в новой творческой студии. Если у вас есть вопросы по данной тематике, обязательно оставляйте их в комментариях, я с удовольствием на них отвечу. Пишите, насколько удобна для вас новая аналитика YouTube канала. Давайте обсудим этот вопрос, потому что лично для меня, если сравнить новую аналитику в новой творческой студии с прошлой, со старой, то, честно скажу, аналитика в старой творческой студии лично мне нравилась больше. Но хотя эта аналитика тоже достаточно удобна. Сразу видно все показатели по подписчикам, по просмотрам, выросла или упала. Сразу видно, насколько хорошо работают значки. Кроме того, я могу всегда посмотреть по конкретному видео, где мне стоит, например, сменить значок, если там, например, CTR низкий и так далее. Ну что же, на этом у меня все. Если было полезно, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, будут новые полезные выпуски. Ну и, конечно, кто хочет уже сейчас получить пошаговый план продвижения именно вашего бизнеса через YouTube, кликайте на кнопочку на экране, ответьте на простых 7 вопросов, и я отправлю вам пошаговый план. Ну а с вами была Юлия Измайлова. Обязательно смотрите другие полезные ролики на моем канале. До встречи! Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok